Не содержит бисфенола А. Это надпись на упаковке из стерилизатора «Добрый знак. Прибор безопасен», то есть изготовлен из нетоксичного пластика. Где можно встретить бисфенол? Он используется только при производстве поликарбонатного пластика в качестве отвердителя, а ещё в качестве классификатора при производстве поливинилклоридного пластика. Ещё пару лет назад из сомнительного поликарбоната и ПВХ делали практически все детские стерилизаторы. Сегодня на прилавке появились более безопасные приборы из полипропилена. Узнать их можно по цифре 5 в треугольнике из стрелок или латинской аббревиатуре ПЭПЛЭП. Переходим к разновидностям. Приборы холодной стерилизации обеззараживают поверхности за счёт специальных жидкостей или таблеток. Один нюанс. Надо понимать, что всё-таки это химические электроэлементы. Они могут быть безопасны, но, тем не менее, какой-то ототочный эффект будет сохраняться. Запах или привкус может оставаться. К тому же найти в магазине эти расходные материалы не так-то просто. Гораздо легче обеспечить работу стерилизатора парового. Немного воды и можно ставить бутылочки. Ни привкуса, ни постороннего запаха такая обработка после себя не оставляет. Главное правильно определиться со способом нагрева. Выбор специалистов – модели, которые нагреваются в СВЧ. Они, в отличие от своих стационарно-электрических коллег, тратят на стерилизацию не более 10 минут. Далее. Уточните, на какое количество бутылочек рассчитан аппарат. Идеальный вариант – 8 штук. Этого количества у младенца хватит на целые сутки. И, наконец, оцените размер углублений под бутылочки. Чем они больше, тем стерилизатор универсальнее и, самое главное, удобнее. Субтитры создавал DimaTorzok